Всем привет, с вами Хьюбарт, и перед началом ролика хочу выразить свою благодарность Владимиру Ульянову, который выслал мне все те ролики, которые я утерял после удаления канала. Но держите в уме, что некоторые ролики, такие как обзор на Анджи Мерлэмми и Пара под Репер, до сих пор никем не были восстановлены. Охота на них продолжается. Продолжение следует... Наслаждайтесь. В начале видео Пол бесцельно блуждает по дому Марвина, но затем замечает, что ведро, как и в комнате Вэйви, можно двигать. Он выносит это ведро из дома и старается протащить его по дороге. Позже натыкается на синий инструмент, который он в это самое ведро ловит не особо хитрым способом. После этого оно окрашивается в черный цвет, как и вода в этом самом ведре. Черный цвет инструмента также может напоминать то, что привело Пола к этому дому. Позже он решает дотащить этот инструмент до дома. Тут инструмент распутывает цепь или гирлянду вокруг непонятного объекта и становится понятно, что это все время была любительская рация, которая могла использоваться для переговоров с жителями комнаты тестирования, так называемой. Поскольку она все-таки имеет какую-то связь с домом Марвина. Возможно, даже она находится в подвале. Раз уж мы подошли к теме призрачной комнаты или комнаты тестирования, то спрошу вас. Если кто-то знает азбуку Морзе, то попытайтесь расшифровать те звуки, которые играют на заднем фоне в 16 части. И если вы найдете подобные шифровки в других сериях, то пожалуйста сообщите мне. Опять же через группу ВКонтакте в обсуждениях. Но хочется сказать то, что Пол все-таки понимает, что шаблон этого черного инструмента совпадает с шаблоном Ронета. На что также намекает нам кубик, стоящий рядом с аркой, который повторяет узоры на заднем фоне комнаты Ронета. Он перетаскивает ведро из комнаты Вэйви и ловит Ронета. Потом читает описание. Кстати, многие могли заметить то, что надпись Дэма в этой комнате появляется снизу. Но это очень просто объяснить, ведь Рэндис находится в верхней части комнаты. И никто бы не хотел, чтобы из-за надписи Дэма его было бы сложно поймать. Поэтому она находится внизу. Ронет это младший полубрат Тонета. С этого момента я немножечко угарнул, ведь они все-таки все птицы, но при этом мы нигде не видели их матери, если так можно сказать. Поэтому да, это логично. Поскольку он младше, ему приходится учиться на всех ошибках Тонета. Вот почему он всегда смотрит в обе стороны. Шутка зачетная, но это не все описание. Он не попадет в беду. Тебе не нужно все время за ним присматривать. Он хороший. Хочется также обратить ваше внимание на то, что игроки демо не могут выйти из игры. То есть попросту у них в меню отсутствует эта функция. И скажите мне, пожалуйста, тогда, как он поменял сохранение, если в начале видео он тоже находился в демо режиме? Вот просто объясните. Далее, ради эксперимента, он решает поймать всех питомцев, находящихся в зоне Ивенкейр. И ему за это приходит поздравление. Давайте я в него переведу. Поздравляю! Ты поймал всех питомцев в зоне Ивенкейр. Кроме Тонета, конечно, его еще здесь нету. Ты увидел все, что есть в игре? Пока что. Но очевидно, что должно быть больше. Это растущий организм. Ввод своего контроллера будет очень полезен. Но твоя отдача будет гораздо полезней. Пожалуйста, не выключай PlayStation, когда уйдешь. Теперь можешь встать. После слышной шорохи и можно подумать, что Пол достал диск. Но все же я так не думаю. Но то, что он не прикасался ко своей консоли на протяжении нескольких месяцев, вот это да. Это правда. Кстати, в одном из первых описаний канала, которое было заархивировано 30 июня, написано было то, что этот диск подарил ему Рейнер. Что уже говорит нам, что он был с ним родственником. Также пишется то, что Рейнер пропадал в июне 97 и 2000. Что также подтверждает то, что все-таки они на нем как-то беспокоятся. Что опять же подтверждает то, что Рейнер был родственником. Ну, а поскольку мы знаем уже из предыдущих видео то, что Рейнер был создателем Пэцкоп, то все в принципе сходится. Эта игра была сделана эксклюзивно для Пола. И что это значит? Если в конце поздравлений написано то, что он должен оставлять PlayStation включенным, но при этом Марвин так же добивается того, чтобы он оставлял PlayStation включенным, то значит ли это, что Рейнер на самом деле... Второй антагонист этой серии. А вот это мы уже проверим в следующих аналитических видео. Пожалуйста, зайдите в группу и проголосуйте за тот вариант, который вам больше всего нравится. А с вами был Хьюберчет. Всем удачи и всем пока. Если у вас есть какие-то дополнения, то напишите в комментариях или в обсуждении ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова